Компания «Сплав» имеет собственную лабораторию, где проводит испытания текстильных материалов, впоследствии из которых изготавливается вся продукция компании «Сплав». Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим работу прибора TF-164B компании «Текстекс». Прибор предназначен для воздухопроницаемости текстильных материалов. Сегодня мы с вами проверим флисовое полотно на воздухопроницаемость. Для этого необходимо включить прибор. Соответственно, у нас с вами поднялась головка. Рабочая головка здесь в данном случае 20 квадратных сантиметров. И стоит диск тоже 20 квадратных сантиметров. Для того, чтобы проверить данное флисовое полотно, мы его должны поместить на рабочий стол. Вот таким образом мы его помещаем. Причем лицевая поверхность флисового полотна должна находиться вверху лицом к рабочей головке. Мы закрываем это кольцом, тем самым прижимаем. И начинаем подбирать режим, при котором у нас будет происходить тест. В данном случае у нас, как я и говорил, головка 20 квадратных сантиметров. Испытание мы будем проходить на литр-метр квадратный на секунду. И при давлении верхнем 100 паскаль. И при форсунке диаметром, или под номером она идет у нас 5. Данная форсунка находится у нас здесь. Мы сейчас ее устанавливаем. Вот в этом приборе форсунку установили. Вот она номер 5. Дальше устанавливаем в меню номер форсунки. Выбираем и устанавливаем. И нажимаем кнопочку «Работа». Поскольку у нас давления здесь не хватило, значит рабочая поверхность отстреливает. И пишет, что не хватает. Значит, в данном случае нам нужно поменять форсунку. И вставляем форсунку под номером 4. Таким образом мы увеличиваем давление между верхней поверхностью материала и нижней поверхностью материала. Значит, вы зашли в меню, поменяли номер форсунки. Четвертый в данном случае. Нажали, перешли в меню «Работа». Нажимаем «Работа». Вот мы видим, как создается давление непосредственно на поверхности. Площадь поверхности 100 паскаль, которую мы с вами задали. И создается давление нижней поверхности. То есть непосредственно с самой форсунки. Таким образом процесс произошел. И мы увидели, что у нас воздухопроницаемость в данном случае составляет 327,02 литра на метр квадратный на секунду. Таких испытаний необходимо произвести 5 штук. Испытания происходят по всей поверхности полотна. Мы перемещаем полотно в другое место. Вкладываем фиксирующийся диск. И начинаем опять испытания. Испытания окончены. Значит, для распечатки показателей необходимо войти в следующее меню. Выбрать необходимый тест, который был проведен, и распечатать. Нажимаем «Распечатывание результатов». На чеке или на тест «Репортс» указаны следующие показатели. Максимальное значение, минимальное значение и среднее значение результатов. А также номера испытаний. 1, 2, 3. Ну все, данный чек приклагается к протоколу. На этом испытания двухстороннего флисового трикотажного полотна заканчиваются. Спасибо за просмотр.